Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару. Елена Мищенко в студии. В эфире новости Центральной Азии. Сегодня в выпуске мы расскажем. Международные организации призывают власти Таджикистана немедленно освободить осужденных журналистов. Язык, история и культура. В Казахстане хотят внести изменения в порядок получения гражданства. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ раскритиковала приговор суда в Душанбе в отношении журналиста Завкибека Саида Мини, который был осужден к 7 годам лишения свободы. Тереза Рибейру в своем сообщении в Телеграм от 7 ноября заявила, что это еще один удар по свободе СМИ в Таджикистане. Как пишет Озади, она призвала таджикской власти освободить Завкибека Саида Мини и других осужденных журналистов. Им должна быть предоставлена возможность освещать вопросы, связанные с обществом, в том числе и по вопросам безопасности. Журналистика – это не преступление, написала Тереза Рибейру. Напомним, что ранее приговор по делу Завкибека Саида Мини осудили репортеры без границ и Комитет защиты журналистов. 38-летний Завкибек Саида Мини был задержан в июле этого года в городе Вахдад и спустя почти 4 месяца, 3 ноября, был приговорен судом к 7 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с запрещенными организациями. Сам Саида Мини заявил, что он невиновен. Суд города Душанбе приговорил гражданского активиста Рамзи Вазербекова к 13 годам лишения свободы. Приговор Рамзи Вазербекову был оглашен в следственном изоляторе при закрытых дверях. Близкие Рамзи Вазербекова сообщили радио ОЗД, что приговор был вынесен 5 ноября, а все попытки редакции ОЗД получить комментарии в суде города Душанбе оказались тщетны. Представители суда, услышав вопрос о Рамзи Вазербекове, отключали свои телефоны. Один из родственников гражданского активиста сообщил радио ОЗД, что суд признал Рамзи виновным в участии в запрещенных организациях и в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана. В последнем слове Рамзи отверг все выдвинутые против него обвинения. Напомним, что на прошлой неделе суд Душанбе вынес приговор брату Рамзи Оразу Вазербекову. Выходец из Горно-Бадахшавской автономной области Рамзи Вазербеков и его брат Ораз в июле этого года пропали в Москве. И загадочным образом появились в Душанбе, где заявили, что вроде бы добровольно вернулись на родину, чтобы ответить на вопросы исследователей в связи с событиями в Хороге. В Казахстане планируют отказывать в гражданстве тем, кто не знает казахский язык. Соответствующая поправка разработана в законодательстве Казахстана. Как пишет Азия+, в настоящее время разработаны поправки в закон о гражданстве Республики Казахстан, предусматривающие незнание государственного языка, основы истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве. Отмечается, что данные законодательной поправки внесены в проект заключения правительства в сфере миграции и был инициирован депутатами парламента. В запросе депутатов Мажелиса были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства переселенцев и принятия в этом контексте правовых мер. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии. Мы с вами встретимся завтра на канале Аздару.